МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вторник, 16 июня. В эфире на Уральской обещательной кампании информационная программа объектив стыдия Марии Антонова. Дорогие мои, познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главном. Стоп-коронавирус. Цифры дня на 16 июня по Свердловской области и Новоуральскому городскому округу. Следить за строительными работами на бульваре Тикоина онлайн. На сайте администрации такая возможность появилась у каждого новоуральца. 129 нарушений правил дорожного движения. Это результаты трехдневного рейда госавтоинспекции Новоуральска. 5757 рублей. Такое ежемесячное пособие могут получать семьи с детьми от 3 до 7 лет. Кому предоставляется выплата, расскажут специалисты управления социальной политики города. Реализация комплекса федеральных и региональных мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы, стала основной темой конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состояла с 15 июня в режиме онлайн. В ней принял участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. И хотел бы вновь подчеркнуть принципиально значимое. Не только то, насколько четко исполняются поручения, соблюдаются все сроки. На уровне правительства и ведомств принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, необходимо, но все же это все-таки технические наши внутренние управленческие вопросы. Главное – это результат. То, насколько ощутима и своевременна поддержка для тех конкретных граждан, семей, предприятий, как они это сами оценивают, как они оценивают эффективность таких мер. И на своем примере, на ситуации своих знакомых, близких, коллег. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, в регионе в полном объеме реализуется комплекс федеральных и региональных мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Это и выплаты семьям с детьми и пособия по безработице гражданам, ставшим на учет после 1 марта 2020 года. Также доплаты к пособию за несовершеннолетних детей. «В плане поддержки реального сектора экономики у нас действуют все федеральные меры, направленные на помощь базовым отраслям – металлургии, горно-металлургическому и оборонному комплексам, малому и среднему бизнесу. На уровне региона принят ряд мер, направленных на поддержку видов деятельности, наиболее пострадавших в период коронавирусных ограничений, а также на снижение фискальной нагрузки». Одной из важных сфер, которые и в условиях современной эпидемиологической обстановки являются системообразующими, является система ЖКХ. Повышение индекса качества городской среды – это одна из задач, поставленных перед региональными и муниципальными властями президентом страны. В нашем городе сейчас идут подготовительные работы в рамках благоустройства бульвара имени академика Кикоина. На днях состоялось выездное совещание общественной комиссии по формированию комфортной городской среды. На объекте побывала и наша съемочная группа, рассказывает Валерия Конева. Строительные работы по реконструкции бульвара имени академика Исака Кикоина уже начались. Южный район Новоуральска получит бульвар «Мечты» уже в октябре. Спустя несколько дней после старта первого этапа работ комиссия по формированию комфортной городской среды проверила, как на объекте ведутся демонтажные работы. Как говорится, исторический момент. Сегодня первый раз собралась комиссия «Комфортная городская среда». Мы выехали на объект и сегодня ведутся работы по демонтажу бульвара Кикоина. Видим, что работы ведутся, работы идут в графике. Надеемся, что график будет выполняться. Но здесь возникают некие такие проблемы, потому что сегодня демонтаж – это, наверное, самое простое, а потом нужно будет и делать. Благоустройством бульвара занимается Новоуральская строительная компания «Рукор». Формат работы с подрядной организацией – это еженедельно, почти ежедневные встречи. То есть, как бы через день мы встречаемся. Выездные у нас оперативки на месте производства работают каждый вторник. Здесь проходят совещания, на которых мы с подрядчиками решаем все вопросы. Сейчас строители демонтируют плиты, асфальтовое покрытие и разбирают лестницы. В работе задействовано 8 единиц техники и 12 человек. Такого количества вполне достаточно, потому что работы в основном ведутся механизированным способом. Далее последует укладка тротуарного камня на всей площади бульвара Кикоина. Монтаж лестниц для подъема из гранит. Если мы посмотрим на бульвар, здесь у нас между двумя дорожками будут декоративные дорожки и будут стоять малые архитектурные формы в виде скамеек с подсветочками и небольшие такие беседочки. Напомним, проект стал победителем народного голосования новоуральцев в октябре 2019-го. И его по праву можно назвать народным. После разработки модели жители города вносили свои предложения. А в начале этого года проект вошел в число победителей всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды и выиграл грант – 90 миллионов рублей. Сейчас бульвар выглядит как простая пешеходная дорожка. Но здесь проводят время многие новоуральцы – велосипедисты, мамы с колясками и просто гуляющие. Виды на лесистые горы открываются красивые. После завершения работ все преобразится. В начале бульвара появится портрет самого Исаака Кикоина. Также добавится детская игровая площадка с интересными сооружениями – горкой в виде молекул и лазательной конструкцией У-235. Для тех, кто постарше, будут построены зоны отдыха с качелями и амфитеатр. Обновленный и современный бульвар имени академика Кикоина станет гордостью и настоящим украшением нашего города. По условиям контракта все работы должны быть завершены к 7 октября. А сейчас проконтролировать ход работ может каждый новоуралец, не выходя из дома. На сайте администрации города за ходом реконструкции можно следить онлайн. На бульваре поставили камеры видеонаблюдения. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин, Антон Пылайк. Новоуральская вещательная компания. Цифра дня по коронавирусу в регионе. За минувшие в сутки в Свердловской области выявили 231 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 9789 жителей Среднего Урала. По информации из Межрегионального управления номер 31 ФМБА России, по данным на утро 16 июня, в Новоуральском городском округе с подтвержденным результатом лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию зафиксировано 136 человек. Еще 81 случай с подозрением на COVID-19. 55 – столько новоуральцев, у которых в разное время был диагностирован COVID-19. К этому дню они успешно прошли клиническое лечение и выписаны с выздоровлением. Всего, начиная с 28 апреля, госпитализированы на лечение от коронавирусной инфекции 149 человек. 305 жителей Новоуральского городского округа находятся под медицинским наблюдением. Сюда входят лица, включенные в группу контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией. 728 человек, прошедших ранее домашних карантин и получивших по итогам тестов отрицательные результаты на COVID-19, сняты с наблюдения. Сегодня ситуацию с распространением инфекции обсудили на оперативном штабе Новоуральского городского округа. Далее выступление основных докладчиков. Коронавирус в Новоуральске, конечно, не бушует, но количество заболевших новым вирусом ежедневно понемногу прибавляется. Из 217 у 136 диагноз подтвержден лабораторно, остальные с подозрением на коронавирус. Главный государственный санитарный врач города Татьяна Бавенкова рассказала о статистике заболевших COVID-19 на предприятиях Новоуральска. По предприятиям города, предприятиям Росатома, у нас 5 человек, было 4, на сегодня еще один появился ООО «Центротех», по одному человеку «Эко-Альянс» и «Гринатом», было 3 человека, акционерное общество ООО «УХК», сегодня еще 2 к этому прибавилось. Значит, общее количество работников предприятий Росатома составляет 9 человек, в детские учреждения всего заболело 15 человек, в СМСЧ-31 в МБА России 9 человек, это составило 4%, в населенных пунктов сельских таких человек 5, они составляют 2,3%, в администрации 3 человека, в МВД 4 человека, это 1,8%. В основном, как отметили медики, всплеск заболеваемости приходится на выходные дни. За минувшие, к примеру, выходные в городе сразу плюс 29 случаев коронавируса. Связано ли это с тем, что заболевшие с легкой степенью тяжести остаются на домашнем лечении? На этот вопрос ответил начальник СМСЧ Андрей Морозов. Тактика, которой мы сейчас придерживаемся, она, в принципе, проводится в соответствии с 198 приказом Н и 596 приказом Минздрава Российской Федерации. То есть, все алгоритмы, которые мы используем в нашей лечебной деятельности, опираются на нормативные документы. Ничего особого мы здесь, и как у чего-то своего, мы не придумали. Те, кто лечится дома от COVID-19, находятся на аудиоконтроле. То есть, если пациент не отзвонился доктору и не рассказал о текущем состоянии и лечении, то ему звонят сами медики. Такой контроль осуществляется ежедневно. Андрей Морозов на сегодняшнем оперативном штабе рассказал и о продолжающейся гуманитарной помощи от госкорпорации «Русатом» для новоуральской медсанчасти. Сегодня в город пришел пульсоксиметр, а на днях поступят дополнительно дезинфицирующие и другие средства защиты для медиков. Напомню, в области и в Новоуральске продолжается масочный режим. Соблюдайте эти элементарные меры предосторожности, чтобы не попасть в число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Наталья Раупа, Велсизов, Новоуральская вещательная компания. Рейд – безопасная дорога. За три дня на Среднем Урале были задержаны более 300 нетрезвых водителей. В 50 случаях нарушители уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Им сейчас грозит уголовная ответственность развития темы у Анны Акрамовой. Не исключением стал и Новоуральск. Сотрудники городского отдела ГИБДД вышли на дороги Новоуральского округа с целью выявить водителей, нарушающих правила дорожного движения. В результате рейда «Безопасная дорога» в Новоуральске было выявлено 129 нарушений ПДД, из числа которых три водителя повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье 264.1 УК с наложением штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. В ходе рейда также одного водителя привлекли к ответственности за управление автомобилем, будучи лишенным прав. Наказание, которое сейчас ему грозит – наложение штрафа в сумме 30 тысяч рублей. А два водителя управляли транспортными средствами, не имея прав. Госавтоинспекция напоминает водителям. Управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений правил дорожного движения, которое ведет зачастую к трагическим последствиям. Не стоит забывать, что в таком случае водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других ни в чем не повинных участников дорожного движения. Госавтоинспекция Новоуральска призывает всех граждан подключиться к проблеме пьянства за рулем. Любой неравнодушный человек может сообщить в дежурную часть полиции или отделение ГИБДД о неадекватных действиях водителей, нарушающих правила дорожного движения. Информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, либо нарушают ПДД, нужно оперативно сообщать по телефону дежурной части полиции 4 80 40 02 или 112. Анна Акрамова по материалам пресс-службы ГИБДД Новоуральска. Вспомнить всех в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы благодарим всех новоуральцев, отстоявших нашу жизнь, победив в самой кровопролитной войне 20 века. Далее рубрика совместного проекта Новоуральской вещательной компании и историко-краеведческого музея. Новоуральской компании и историко-краеведческого музея. Далее рубрика совместного проекта Новоуральского музея. Субтитры создавал DimaTorzok С 1 января этого года установили ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Какие семьи могут получить средства и какие нюансы существуют при подаче заявления нашей съемочной группе рассказали в Управлении социальной политики города. С начала этого года установили ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты в этом году составляет 50% от прожиточного минимума для детей в регионе за второй квартал 2019 года. В Свердловской области на каждого ребенка полагается выплата в размере 5757 рублей. Перед подачей заявления убедитесь, что ваша семья подходит под категорию получателей услуги. Ежемесячное пособие предоставляется на каждого ребенка в семье с 3 до 7 лет включительно, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. В Свердловской области он составляет 11 019 рублей. Право на выплату имеет один из родителей или законных представителей ребенка. И заявитель, и ребенок должен быть гражданами Российской Федерации. Заявитель также должен проживать на территории России. Если у ребенка возраст 3 года был уже по состоянию на 1 января 2020 года, то с заявлением можно обратиться включительно по 31 декабря 2020 года, и мы назначим с 1 января. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать через многофункциональный центр по предварительной записи и лично в управлении соцполитики. Не забывайте, что с 1 мая в Свердловской области введен обязательный масочный режим, и специалисты принимают посетителей только в масках. Однако подать заявление можно и не выходя из дома, через портал государственных услуг. Для этого необходимо ввести логин и пароль, найти и выбрать услугу ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет, и заполнить электронную форму заявления. Личные данные будут добавлены автоматически. Вам нужно указать, где планируете получать выплату и отметить, если вы являетесь опекуном. Данные об основных доходах будут запрошены автоматически. Но есть небольшое «но». Сведения о иных доходах заявитель указывает самостоятельно. Это те доходы, на которые не делаются межведомственные запросы. Что это за доходы? Это пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по уходу до 3 лет, единовременное пособие женщинам в старшем ранее сроке беременности, пособия больничные листы идут там же. Плюс ко всему в иных доходах обязательно, если установлено отцовство либо расторжение брака, указываются суммы алиментов. Даже если алименты ноль, нужно выбрать алименты в иных доходах и указать ноль. Нужно предоставлять доходы за 12 месяцев предшествующих 6 месяцев обращения. То есть, если сейчас в июне месяце подают заявление, то вот эти иные доходы нужно собрать за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года и указать одной суммой в графе «Иные доходы». Далее указывается ваш состав семьи, в который включается заявитель, его супруг или супруга и все несовершеннолетние дети. А после нужно нажать кнопку «Подать заявление». Статус услуги можно проследить в личном кабинете пользователя. И еще. Обратите внимание на изменения, связанные с перечислением денег. С 1 июля банки прекратят зачисление денежных средств на карточные счета «Виза». Если у физических лиц нет открытых отдельных счетов карты Национальной платежной системы «Мир» для зачисления социальных выплат, необходимо обратиться непосредственно в банк и предоставить данные своего счета с использованием платежной системы «Мир» в Управлении социальной политики. Если есть вопросы, то консультацию можно получить у специалистов Управления социальной политики по телефону 54070, добавочные 200 и 201. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин, Антон Пылаев, Навуральская обещательная компания. На этом наш выпуск подошел к концу. Завтра, в среду, 17 июня, в 12.30 на канале ОТВ и на YouTube-канале Навуральской обещательной компании, а также на нашей странице ВКонтакте, смотрите программу напрямую о главном. Тема правила организации – голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которая состоится 1 июля. Подробнее о том, как будет проходить голосование, о мерах безопасности, работе волонтеров и многом другом, расскажут гости студии, заместитель главы Новоральского городского округа по социальной политике Максим Сикачев, председатель территориальной избирательной комиссии Елена Малюта и представитель волонтерского движения города Елизавета Пылаева. Не пропустите, задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 9-88-08 или на наших страницах в социальных сетях. Это все новости на сегодня. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы, всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин